Ребята, всем привет! В этом ролике мы сегодня поговорим про раскатку картин и в целом про планирование кровли. То, о чем мы сегодня будем говорить, будет носить чистый эстетический характер. Но бывают и такие случаи, что это необходимость, связанная это все с узлами. В 99% случаев, когда у вас есть проект кровли или визуализация кровли, то в нем, как правило, либо вообще не нарисовано какое кровельное покрытие, либо нарисовано совсем другое кровельное покрытие, либо архитекторы или проектировщики нарисовали просто линию, как визуализации фальцевой кровли. И могу сказать, что архитекторы и проектировщики в целом, как я сказала, выше в 99% случаев, они не делают полную картину кровли по раскатке картин. Поэтому в этом ролике мы эти детали обсудим. Стандартно вы можете в интернете найти какие-то картинки, какие-то размеры фальцевых картин. То есть, в интернете вы можете найти вот такую вот картинку, где, как правило, ширина картины 550 мм. И есть малый фальц, и есть большой фальц. И за редким исключением вы можете в интернете найти, что есть стартовая картина, это с двумя малыми фальцами, и есть так называемая финишная картина. Это картина с двумя большими фальцами. Также по запросу в интернете вы можете найти размеры или картинки вот такой панели. К фальцевой технологии такие панели не имеют никакого отношения. Это кровля-защелка, или еще называют ее в Америке именно вот из-за этого замка с гвоздевой полосой фланцевая кровля, фланцевые панели. Но об этом виде кровли мы скоро снимем ролик, где я вам подробно в несколько частях с плюсами-минусами расскажу про эту кровлю. Но к фальцевой кровле, как я и сказал, никакого отношения не имеет. Поэтому, пожалуйста, не путайте эти кровли. Хотя сейчас в интернете именно эта кровля выдается как за фальцевую. Это такой жесткий маркетинг. Раньше, когда мы начинали делать фальцевую кровлю, то есть это еще был, наверное, 2007-2008 год, мы тогда про так называемую стартовая картина, финишная картина, мы не знали. У нас была в основном только стандартная картина. Мы делали и стандартные обычные картины стартовую, то есть с большого замка мы перегибали фальц, лишнее обрезали, и она у нас становилась вот такой, стартовой. Ну и, допустим, возьмем односкатную кровлю, нарисуем самую простую кровлю. Ставили ее либо с этой стороны, либо с этой стороны, вот, в стартовую картину, и потом уже от нее, от этого края шли в этот край. То есть забивали полностью картинами. Вот. И даже если... Да и сейчас некоторые так делают, просто, наверное, потому что не знают, как еще можно начать. Я с вами все об этом расскажу. И, допустим, даже если картина приходила сюда, и здесь оставалась, как я сказал, выше картина, как правило, 550 миллиметров, то, допустим, здесь оставалось 20 миллиметров, подрезалась картина стандартная, и сюда кусочек вот такой вставлялся. То есть эстетически смотрится, ну, как бы, не очень, да? Все картины одинаковые ширины, и здесь получается, что такая нестандартная картина, и она, как бы, выбивается из всего вида. Далее я тут нарисовал две кровли односкатные, и потом уже со временем до нас начало доходить, что стартовую картину можно ставить не только с одного края и идти в одну сторону, но и в двух разных случаях. Когда вы замерили длину ската, вы примерно прикинули, что у вас, как вот я сказал выше, приходит сюда такая короткая картина, и вы бы хотели, чтобы либо это было с двух сторон, такие две маленькие картины, либо их, этих маленьких картин, вообще не было. То есть, при расчете кровли вы делите длину ската на 550 миллиметров, вы понимаете, сколько у вас будет картин уже на этом скате, вот, и если у вас получается так, что у вас вот приходит короткая ширина, то есть не короткая, а узкая картина, то, что вы можете со самых элементарных первых вещей сделать. То есть, это найти середину ската, и вы можете стартовую картину положить, опустим, замком прямо посередине. И у вас может выйти так, что как раз у вас либо будут сбоку одинаковые узкие картины, то есть меньше стандартного размера, либо они получатся приблизительно к стандартной картине, вот, но уже будет какая-то симметрия. Далее, вы также можете, если у вас не получается, вы можете картину положить не замком посередине, а саму картину посередине положить. И от этих стартовых картин вы уходите в эту сторону, соответственно, и здесь также в эту сторону. Вы от стартовой картины уходите как бы вбок. Ребят, но в этом случае все понятно, разложили, более-менее симметрию дали, и у вас в целом уже эстетика лучше. Но бывает так, что не то, что бывает, а любая кровля имеет практически какую-либо трубу на кровле, может одну, может две. И как может получиться, что труба, допустим, у вас стоит вот так вот. То есть у вас тут на скате труба. И что же здесь мы видим? Что с одной стороны трубы, когда вы будете обходить трубу, получится, скажем так, четыре элемента, как правило. Может быть пять, если задняя разуклонка есть, да? Вот. Получится, что с этой стороны у вас, допустим, будет 20 миллиметров примыкания, а с этой стороны будет 50 миллиметров примыкания. И визуально она тоже будет смотреться не очень, да? Особенно тогда, когда у вас скат крутой, он почти как фасадный, и с улицы его будет видно, то вот эта вот картинка для какого-нибудь перфекциониста, да? Будет кидаться в глаза. И как же мы в этом случае делаем? Сейчас я вам покажу. Итак, когда у вас есть на кровле труба, ну, она, наверное, в 99% случаев есть, может быть одна, может быть две трубы, да? То есть вы, опять же, как я говорил выше, вы размеряете карты, делите на количество картин. Даже иногда мы прямо рисуем на кровле эти все линии, чтобы у нас был ориентир. Ну и, допустим, у нас есть труба одна. Как мы можем в этой ситуации поступить? то мы можем вообще начать от трубы. То есть мы делаем, допустим, картины, вот так вот, да? потом делаем фартук, то есть здесь картина, здесь картина, задник, и дальше продолжение картин. И опять же, здесь у нас получается малый фальц, и здесь формируем малый фальц. и, опять же, уходим от трубы в разные стороны. И вот тут, наверное, у вас есть вопрос. Но если у нас труба стоит не посередине, а где-нибудь в каком-нибудь крае, да? И получается так, что если мы уходим уже в стороны, то у нас, допустим, тут приходит одна ширина панели, допустим, возьмем 40 миллиметров, да? А здесь приходит 20 миллиметров. И тут каким действием мы прибегаем? Как я и сказал в самом начале, что картина у нас составляет, как правило, 550 миллиметров шириной. Что мы делаем? Мы разбиваем таким образом весь скат, чтобы было, ну, все визуально похожие картины одной ширины. То есть мы можем картину сделать шириной 520 миллиметров либо 570 миллиметров. То есть от стандартной картины 550 миллиметров плюс минус 20 миллиметров или 30 миллиметров визуально это будет не видно. Но вы получаете, что разделили весь скат, потом понимаете, что вот здесь допустим у вас 10 картин, да? будет еще за. Вот. Вы можете уменьшая на возьмем 25 миллиметров картину, то есть это вы берете штрипс металл, сразу отрезаете от него 25 миллиметров и потом уже прокатываете сами фальцы. Вот. И соответственно вы можете чтобы приблизиться к одинаковому размеру 40 миллиметров. На этом скате чтобы получить такую же картину вам надо порезать ну грубо говоря 7 или 8 картин на 25 миллиметров меньше и тогда у вас здесь придет тоже 40 миллиметров. То есть вы можете тем, что уменьшая или увеличивая картины ну в большинстве случаев уменьшаем вы можете добиться визуальной картинки как будто у вас все картины тоже стандартные. То есть визуально как я сказал 20-30 миллиметров они не видно что у вас картина либо 550 миллиметров либо рядом лежит 530 миллиметров или 570 миллиметров. Поэтому вот такой вот скажем так лайфхак для вас что картины могут быть разной ширины. То есть ребят я в этом ролике хочу вам донести что перед тем как вы начнете бездумно катать картины на фальцепрокатном станке или ручным блистогибом и потом делать кровлю вы можете столкнуться с тем что вы к тому или иному узлу можете прийти так что вам потом будет неудобно этот узел делать либо картина будет очень узкая либо это попадает в яндову где у вас замок попадает с сопряжением какого-нибудь узла то есть вы заранее перед тем как начать делать кровлю залезть на кровлю возьмите рулетку посчитайте все где куда какому узлу у вас приходит картина и если вы понимаете что у вас здесь лучше бы было бы если бы оно пришло так допустим чуть шире или чуть подальше там да то вы как я сказал выше можете уменьшить картины сколько-то штук да чтобы тому или иному узлу у вас пришло так как вам надо конечно надо тоже понимать что когда вы делаете складку картин то у вас расход материала путем того что вы будете делать нестандартные картины будет больше то есть расход материала у вас на какой-то процент будет больше поэтому надо тут составлять финансовую составляющую именно заказчика готов ли он из-за удорожания ваших работ потому что то что вы будете делать нестандартные картины будет стоить для заказчика дороже потому что это работа вот а также для заказчика донести что мы будем делать нестандартные картины в связи более лучшей эстетики да и чтобы у вас конечный продукт смотрелся лучше вот нужно закупить чуть больше материала то есть если вы согласовываете с заказчиком все эти моменты по цене по расходу материала только тогда вы можете по сути уже делать раскладку картин у нас были случаи когда у заказчика не было такого бюджета и экономили на всем поэтому у нас картины по сути не резались вообще и как к тому или иному узлу они придут так и сделали там по сути кровля была малоуклонная и ниоткуда это видно не было ребят но и после всего что я сказал чуть раньше да то я рекомендую вам пойти посмотреть ролики где в одном мы делали полностью раскладку картин это было велико много обычная картина обычная картина пошла обычная картина здесь у нас идет все в размер все у нас все подходит здесь мы тоже уже все посчитали все у нас складывается у нас все абсолютно симметрично здесь нам лично была важна симметричность подхода к этим трубам и потом можете посмотреть как уже финишном варианте это получилось фальц 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 ну и также рекомендую вам посмотреть ролик про где я показывал как делать сопряжение на двойной стоячий фальц картин с яндовой стартовая картина пойдет вот по этой линии мы сейчас уйдем картинами сюда влево вот и потом уже пойдем право получается ребят ссылки на все ролики где я так или иначе рассказываю про раскладку картин я оставлю в описании под этим видео ну ребят на этом теоретически базовый курс под номером 4 мы заканчиваем следующие базовые курсы уже будут связано непосредственно с кровли то есть мы будем от самого простого до от сопряжение там карниза кита фронтонов от самых элементарных крыш с узлами переходить там дальше 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 по по нарастающим ну более сложным узлам то есть следующие ролики будут связаны уже непосредственно с исполнением этих узлов ну и надеюсь этот ролик для вас был полезный что-то вот для себя подчеркнули что-то новое узнали и будете применять это на своих кровлях на этом все всем пока